всем привет друзья вы на канале salute play и сегодня мы продолжаем играть в игру ghost exile давненько давненько сюда не заходили я недавно заходила сюда чисто для себя на полчаса посмотрела что в игре произошли некоторые изменения и давай сегодня изгоним всех этих призраков поехали погнали так это наш контейнер значит что по оборудованию я с собой возьму по классике это говорильник здесь в этой игре существует не только радиоприемник но и диктофон который я обожаю кстати говоря насколько я знаю фосмофобию его тоже введут задание определить тип призрака ритуал изгнания классика сфотать призрака заставить задусь свечу нарисовать защитную печать в любимой комнате и обнаружить движение призрака с помощью датчика движения а мы поехали так побежим чего-то такой за домик здесь много домов они достаточно однотипные но 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 все равно интересное значит у нас включена сейчас два модификатора это поиск паспорта для ритуала изгнания нужно найти паспорт призрака вот и также у нас включен мир теней это означает что во время ритуала нам придется туда отправиться нашел паспорт так хорошо а пробки здесь еще нужны пробки для того чтобы включить свет вообще в этом доме так 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 шкаф кстати чтобы прятаться эта локация мне нравится она прикольная но хотелось бы включить сюда свет для того чтобы было все видно и понятно здесь здесь так м пышка как включается вот так вот сто лет не играла в гоуст эксайл уже все забыла так я короче тогда чё я вообще теряюсь то я сбегаю на второй этаж вот здесь у нас электрический щиток а ну все там посмотри этот доску виджи спроси где он да я побежала на второй этаж искать где доска уиджи грубо говоря в игре это единственный способ понять местоположение призрака ку деревянный домик мне нравится прикольненький здесь что здесь доска а так доска давай-ка и сюда твоя любимая комната дичь твоя любимая комната давно этой фигни не видела твоя комната н ю р так это нерсери до свидания до свидания это нерсери сань но видим последнюю нерсери это комната где да осуществляется уход за ребенком наверно вот эта комната ты здесь ладно мпшка у меня пока не срабатывает я ее выкину и поговорим ты здесь ты близко сколько тебе лет ты ребенок ты старый ты старый дай нам знак дай мне знак ты можешь говорить о датчик движения прошел ты можешь говорить поговори со мной поговори со мной так что-то он не хочет здесь эти есть шкаф прямо в комнате призрака а ты здесь сколько тебе лет ты ребенок 4 вопроса было воспринято игрой и нет ответа ни на радиоприемник не на диктофон у нас записи в блокноте и пока что это все так здесь на джей у какой дневничок это у нас записи блокноте и непонятно кто это может быть нужно искать дальше комнату хоть посмотреть при свете прикольная комната тут есть а пробка у меня тоже пробка будет так сань ты чё хочешь сделать может у него отпечатки рук печать защитная а защитная круто защитная печать нам пригодится потом когда мы уже будем проводить ритуал изгнания так ну все я тогда бегаю до фургона и посмотрим что там из оборудования вообще осталось беги чё там упала на пол знаю 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 не понимаю ты он там пугалки уже делает так смотри такая-то распятие успокоительная свечка у нас же здание на свечку же было смотри защитная печать любимой комнате датчик движения все сработало заставить задуть свечу из фото призрака так я могу также фотографировать следы на соли поэтому я ее возьму возьму фотик тогда и чё там задать свечу и возьму отсюда зажигалку а у нас тем временем появилась вторая лика это уровень mp5 и чё получится джин что ли остается ну может быть какие-то ней раз в шарина я чуть попозже расскажу что это значит и почему нам не хватает две улики для определения призрака это как раз из-за нововведений в ghost exile так я ему несу свечку а проектор кстати новый проектор которого проекция красного цвета очень круто так как присесть все сейчас мы ему сольно солим управление другое немножко путаюсь вот он проектор он так как бы разогревается и потом у него вот это свечение появляется смотри вся комната становится красной круто наступил ука громко он фото и дай нам знак дай нам знак покажи себя покажи себя красиво как все это кстати на стенный термометр показывает 36 градуса теперь 2 так он наступил во вторую кучку все это можно фотографировать он ломал печать только что слушай а по сути это должно означать что призрак уже сейчас если он ломает защитную печать то он уже сейчас мог нам выдать свою атаку к себе как летит далеко вот что называется когда несколько месяцев в игру не заходишь я просто реально начинаю пугаться от этого хотя скримаки здесь они еще их не переработали они все еще старенькие такие же как они были раньше если чаще играю что ты перестаешь на них обращать внимание не знаю нет так проекция а у нас камера сань стоит пока нет сейчас я с них ручь давай тогда я выключу фонарик и посмотрю проекцию просто офигеть она освещает просто всю комнату мы же не включили бойлер я думаю час света и в этого сильно холодно везде и не знаю я считаю что бойлер в этой игре который типа как бы нагревает всю вот эту вот хату но это такое себе сейчас там его просто не включаем и как бы все равно на это дело а вот эта проекция вот этот красный проектор работает точно так же как и зеленый точно так же как фазма фобия опять печать ломает сколько в этой печати запаса прочности наверное три атаки то есть получается сейчас уже две атаки было саня предлагаю поставь камеру посмотрим проекцию с фургона из фургона прошли ну как с фургона из контейнера до так хочу со светом что ли опять светом опять что ли проблемы так а сколько рассудка а почему он так сильно нам снизил рассудок 1324 процента и кстати призрак задул свечу 1324 так ну все значит мы сейчас смотрим проектор чем там буйствует так что ничего не видно да была проекция только что была проекция значит не зря мы смотрели лазерная проекция и у нас кто получается нам нужно на второй час пойти дерево прямо здесь это тот самый второй этаж нашего контейнера о котором я пыталась рассказать на стриме но было очень сложно это сделать на стриме по фазмофобии который последний был вот я там пыталась рассказать вот это красного видения в этой игре то есть смотри я сейчас получила три улики но я все еще не знаю что это может быть за призрак я иду на второй этаж этого контейнера смотри поиск и чё тут написано изучите доказательства и попытайтесь на их основе понять с чем вы имеете дело вам нужно выбрать три доказательства и так у нас сейчас было уровень mp5 записи в блокноте и лазерная проекция и нажимаем начать поиск и получается сейчас такая вещь что как будто представь что у тебя есть какой-то там книга какая-то о призраках у демонах и как бы наш персонаж сейчас ее листает и пытается понять с чем он имеет дело поиск показал то что у нас анрио в дневник охотника добавлен новый тип призрака то есть какого бы то уровня не был если ты сейчас возвращаешься в игру ghost exile ты должен каждого призрака определять заново через вот эту вот хитрую схему которая сейчас показала на втором этаже твоего контейнера здесь можно поделиться призраками с друзьями нет это не отправить в telegram или куда-то еще эта функция означает то что один кто-то из команды определяет тип призрака и делится эта информация с той команды который сейчас с ним играет и то есть таким образом мы выяснили сейчас то что у нас призрак анрио мы его выбираем он обводится кружочком и все в принципе можно приступать к изгнанию что нужно сделать чтобы изгнать призрака анрио древний обряд хисагал так я беру крест и что там для обряда хисагал давай посмотрим вот ритуальная книга выберите ритуал древний обряд хисагал печать амета во первых четыре ритуальные свечи руна y и руна б бета или какая-то б короче четыре свечи б и грек и сколько я не могу взять свечки сайт руна бирка на руна оттала предохранитель могу выбросить взять еще одну свечку вот так вот у тебя есть краска для печати наверху ну и сейчас возьму ну наверно на первом этаже хорошо и все можно в принципе приступать к изгнанию вот то что я сейчас показала про типы призраков что их нужно изучать вот такое нововведение не ввели если честно не поняла зачем оно нужно но они его ввели в любом случае нас никто не спрашивал да и Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь, опять он свет вырубил. Я что-то прифигела немножко. Давай-ка включи. Так, свет включаем, потому что нифига не видно. Хорошо, продолжим. Где мы собираемся делать обряд? Здесь. Какое это надо? Печать Амета. Печатать Амета сейчас будем. О, хорошо. Смотри, печать Амета. Значит, она у нас сверху ковра делается. Ковер модный. Звукоизолирующий. Если что. Пойду за свечками. Сейчас схожу. А, сейчас напишу. Так, я устанавливаю руны. И нам не хватает одной свечи, насколько я понимаю. Или как? У-ка. У-ка. Да, не хватает одной свечи. А эти я зажгла, потому что у меня зажигалка есть. Короче. И кто это? Я его не использовал. Сейчас пока Дим, где-то включил радио. Вот здесь. Ключ какой-то. Так, окей, бежим в эту комнату. Какое здание? Ну, сфоток призрак. А, надо фотик взять. Я сфотал. А если Саня сфотал? Давай посмотрим, что за фотки. Сфоток один. Рисунки, следы мы фотали. Да, действительно, фотка призрака есть. Так, ну что, все готово. Можно начинать обряд. Стелла Томас. Где-то открыт портал в мир теней. Только не это. Видимо, я пойду. Давай. Мне просто дико повезло. Мне просто дико повезло. Знаешь, почему? Потому что эта частичка, вот эта душа, вот этот вот шарик, он оказался недалеко. Я сейчас могла бы шариться, и все было бы плохо. Повезло, повезло. Очень повезло. Повелевает тебе величие Христа. Повелевает тебе величие Христа. Именем и Добродетелю Господа нашего. Который уничтожить хочет всю секту дьявольскую. Где-то открыт портал в мир теней. Да. Портал в мир теней. Придется мне туда пойти. Портал в мир теней. 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 Я нашла её, прикинь, пришлось идти на второй этаж. Немножко как бы стоишь около этого шарика и он начинает улетать обратно. Жесть какая-то, я ещё бабку слышала. Бабка свои песни вот эти делала. Жесть, меня даже не поймали, прикинь. О, смотри, смотри. Давай посмотрим, как печать работает. Не, вот эта вот. Она должна захватывать его в ловушку. Вот он. А, да? О, короче, призрак попал в эту печать и всё равно откусил у меня креста. А, он слишком близко, значит, был. Задолбал. Да я ещё раз нарисую. Господи, услышь молитву мою. От лжи дьявола избавь нас. Эм, Стелла что-то там, Стелла Томас или как-то там. Стелла Томас. Правильно. О, портал призрачный мир, а его надо сфотографировать. Пойду закрою портал. У меня с собой есть ещё половинка крестика. То бишь распятие. А куда он уехал? Закройся. 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 Так, портал всё. И что нам ещё можно сфотографировать? Атака? Точно так. О! Прикинь? Я хотела выйти на призрака, посмотреть и получилась такая ситуация, что он уже атаку закончил. Он, короче, обходит их. Давай заканчивай. Фига, он хитрый какой. Из-за идеи нечистота! Здесь должна быть вставка Mission Complete, Ghost Exiled, а это означает то, что на сложности опытные мы сейчас прошли каточку в Ghost Exile. Окей, и кстати говоря, я хотела сказать по заданиям. Все четыре задания дополнительных мы тоже сделали. Пол креста у меня, конечно, покушал, дерево что-то сюда залезло. Короче, я хочу сказать вот про эту вещь. То, что сейчас без вот этой штуки как бы в игре никак. Так, здесь написано, что нам нужны как минимум два доказательства, чтобы пытаться определять тип призрака. То есть вот эти вот вопросики в моем журнале означают то, что это еще не открытые призраки. То есть, считай, разработчики нам говорят, что нужно заново ходить на большое количество каток и открывать все этих призраков через вот эту вот механику. Вот так вот. А мы с нулевым рассудком уезжаем со всеми выполненными четырьмя заданиями. Погнали. Отличная работа. Также я хочу сказать то, что разработчики GoSexile ввели уже в игру двух новых призраков два новых скина. Это мальчик и какая-то девочка. Вот. Но смысл в том, что ты понимаешь сколько нужно в эту игру поиграть для того, чтобы встретить эти новые скины. То есть эта игра, она на скины не богата. Вот. И, кстати, обложки для нее достаточно трудно делать. Но в целом неплохо. Мне нравится фишка этой игры. Вот именно сам вот этот вот ритуал изгнания. Надеюсь, что это все будет дополняться, прорабатываться. Игру никто не забрасывает и над ней реально работают. А это действительно в этой карточке был Анрио. Проверили ритуал изгнания, определили правильно тип призрака и даже выполнили четыре дополнительных задания. За это я получила 1575 опыта и 869 долларов. Так, взять награду. Да. То есть, видишь, у меня уровень 29 и деньги 9200. Но призраки у меня в журнале все закрыты. Потому что вот после последней обновы вот такое вот случилось. Эм, я какая-то тетя странная. Ты тоже выглядишь не очень, кстати. Эй, лети отсюда, эй. Вот такая вот карточка сегодня получилась. Вообще, я была рада зайти в игру Ghost Exile. Эм, прикольная. Ждем новых обновлений. И, конечно же, сходим сюда еще раз. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. А мы с вами встретимся в следующих расследованиях. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok